МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Во-первых, я хочу всех поздравить жителей Якутии с Днём Конституции Российской Федерации, пожелать им успеха, благополучия. В первую очередь, говоря о навигации, необходимо отметить, что в целом в республику было завезено 2,5 миллиона грузов. Из них жизнеобеспечивающие груза 1,261 миллиона тонн. Навигация довольно сложно проходила, тем не менее, все объемы грузов полностью доставлены до местного назначения. Даже те груза, которые у нас были недовезены с автозимников прошлого года, порядка 40 тысяч тонн, они также у нас были переложены на навигацию. Говоря о подготовке к началу автозимников и уже, по сути, его начало, надо отметить, что в этом году у нас объем грузов составляет 737 тысяч тонн. Из них, значит, уголь занимает 600 тысяч тонн для доставки на всей территории республики. Значит, газоконденсат у нас составляет порядка 34 тысяч тонн, также нефть порядка 34 тысяч тонн. Ну и остальное это у нас нефтепродукты, это 58 тысяч тонн по линии, значит, Саха-нефтегазбыт и Туймада-нефть. Ну, автозимник уже в полном разгаре, значит, из 737 тысяч тонн на сегодняшний день перевезено 114 тысяч тонн. В прошлом году ситуация была довольно сложная, это позднее открытие автозимников. Все причины, они были объективны, потому что просто огромное количество осадков на территории северных арктических районов республики, поэтому в этом году 114 тысяч перевезено, в прошлом году на эту дату было перевезено всего лишь 55 тысяч тонн. Поэтому темпы неплохие, начало неплохое, но, тем не менее, конечно, есть у нас ряд районов, которые уже стоят на особым контроле. Ну, а как идет подготовка вообще к открытию автозимников и когда они будут открыты в арктической зоне? И ведь, вот вы сами только что сказали, что и в Среднеколымском районе, и в Алаховском районе выпало очень большое количество осадков. Значит, по открытию автозимников надо отметить, что Вилюйская группа, значит, Заречья, Алда, Намга, автозимники фактически функционируют. Единственное, значит, там у нас по грузоподъемности пока есть ограничения, это от 5 до 10 тонн. 30 тонн у нас пока участок, это в Анабарском районе, с учетом того, что позволяет толщина льда, грузоподъемность открыта до 30 тонн. Но более чем в 20 районах республики автозимники по разным направлениям и различным рейкам они уже действуют. По арктическим, северным, значит, Колымо-Индигирская группа у нас в этом году, по всей видимости, опять не обойдется, значит, без сюрпризов, потому что превышение осадков у нас уже присутствует в Алаховском районе, значит, в Среднеколымском районе. Большое количество осадков также выпало, ну и, соответственно, это влечет последствия, что большая толщина снега, техника по тем или иным направлениям пока не может выйти для расчистки снега. Тем не менее, значит, у нас под координацией Министерства транспорта республики такие предприятия, как Управление автодорог республики, Дороги Арктики, они по готовности техники, которая у них имеется в наличии, значит, уже начинают свою деятельность по всем арктическим и северным районам республики. — Юрий Николаевич, а как сейчас обстоит ситуация в населенных пунктах, которые пострадали как раз-таки в этом году от паводка, да, и имеют ли они необходимый запас дров, угля, всех тех средств для обеспечения жизнедеятельности? — Да, абсолютно правильный вопрос. Значит, в 2017 году у нас пострадало всего 12 районов от весенне-летних паводковых. Вот, но на особом контроле у нас был, значит, это Абыйский район, Среднеколымский район, наиболее пострадавшие это Среднеколыма, три населенных пункта — это Березовка, Сватай, Аргахтах, и на Лимск тоже были незначительные подтопления, значит, домов. Но надо отметить, что в осенний период, это сентябрь в основном, весь был задействован для доставки грузов в эти три населенные пункты — это Березовка, Сватай, Аргахтах, привлекалась авиация МИ-26 «Алроса», компания, значит, 416 тонн грузов — это в основном стройматериалы 90%, 10% — это продукты питания плюс топливо по заявке глав администрации наследов, также были доставлены. Вот, но на контроле будет Сватай, потому что в прошлом году у нас, с учетом того, что были сжатые сроки автоземника, фактически в два раза, потому что автоземники открылись в февраль-начало марта и просуществовали у нас всего до апреля-начала мая. Хотя традиционно там у нас продолжительность автоземников составляет 120 дней, в целом в прошлом году было всего 60 дней. Но запасы созданы, значит, там, в частности, Сватай и Березовка, были дополнительно заготовлены дрова, чтобы до февраля месяца пройти спокойно отопительный сезон, осенний период, значит, в первую очередь топились на дровах, потому что, ну, были довольно благоприятные климатические условия, потом, планомерно, значит, коммунальщики у нас перешли уже на уголь. Вот, поэтому до февраля запасы фактически у нас везде имеются в этих населенных пунктах. Вот, ну, на сегодняшний день пока тревожных каких-то сигналов, звонков у нас не поступает. — А сколько сейчас техники закуплено для расчистки как раз-таки автоземников дороги Арктики? — Ну, на данный момент я не могу сказать данную информацию. Я скажу, что в прошлом году принято было правильное решение по открытию, значит, филиалов. Это Зырянка, Верхнеколымский район, далее у нас идет Нижняя Колыма, потом Средняя Колыма. Это по Колымской группе районов. Там, где у нас ТП-дороги Арктики своевременно вошли, это Верхоянский район. В этом году также они активно начали работу по Устьянскому району и по Абыйскому. Но я хочу отметить, что там, где присутствуют КП-дороги Арктики, сроки открытия автоземников открываются в более ранние сроки. Эксплуатация уже ближе к нормам и правилам, что намного облегчает жизнь и работу самих перевозчиков. Ну, то есть, необходимо отметить, что это был правильный проект, который был запущен еще в 2013-2014 году. Ну, и есть намерение и желание совместно с Министерством транспорта, чтобы КП-дороги Арктики у нас присутствовали фактически во всех арктических северных районах. Ну, а какова ситуация на зимниках Устьянских районов? По Устьянскому району сегодня автоземник действует от Депутатского до Усть-Куйги. Там фактически круглогодичная дорога. В прошлом году, к примеру, сказали, были проблемы по расчистке снега. Поэтому до конца автоземника была привлечена дополнительная техника. В этом году эта техника также работает на этом участке. Но имеются факты того, что дорога все-таки сложная, гололед. Поэтому на следующей неделе у нас комиссия во главе с Минтрансом вылетает на место для обследования, для работы, ну и для принятия, конечно, оперативных мер. А так эта дорога, она действует, перевозки по ней осуществляются. Но единственный вопрос пока по качеству самого направления. Юрий Николаевич, ну раз мы уже затронули тему села Березовка, то какой объем средств будет выделен в 2018 году уже для переселения как раз-таки села Березовка? Значит, село у нас будет переселяться начиная с 2018 по 2022 год. Начнется поэтапно, то есть перенос объектов социально значимых и объектов топливно-энергетического комплекса. Школа, она сама находится уже в верхней части, то есть фактически 30% соцобъектов находится на незатопляемой территории. Есть план мероприятий, который курирует Министерство экономики нашей республики. На следующем году по плану у нас начало переноса дизельной станции в проекте. Там тоже будет зависеть от финансовых источников, от возможностей. Пока они в плане ставят 2018-2019 год строительства новой станции. Также будут рассматриваться вопросы строительства котельной, ну и, конечно, социальные объекты. Это у нас детский сад, дом культуры, ну и самое главное, это жилфонд. Поэтому планировка нового поселка, она в перспективе должна быть. Ну и в пятилетку Егорович Борисов сам обозначил, что этот поселок должен быть перенесен на незатопляемое место. Но если по средствам говорить, то это порядка 60 миллионов рублей будет рассматриваться на уровне уже хозяйствующих субъектов. Юрий Николаевич, какой объем топлива планируется завести по линии саха нефтегазбыта, с учетом того, что сейчас становятся более популярны тарированные нефтепродукты? Ну, в целом, у предприятия на автозимней перевозке накладывается это порядка 24 тысяч тонн. Но здесь самый интересный момент, это тарированные нефтепродукты, которые, значит, разливаются в канистры и доставляются до местных изначально, это непосредственно населенные пункты, где нет автозаправочных станций. То есть это очень удобно. За два с небольшим года деятельности, значит, данного проекта завезено более 3,5 тысяч тонн нефтепродуктов. Это не только арктические и северные. Очень хорошо в этом проекте участвует центральная Вилюйская группа районов. То есть проект на самом деле удобный. Ну, по плану, значит, у них в этом году доставка 1300 тонн. Это непосредственно они будут отрабатывать по заявкам самих глав муниципальных образований. Там есть определенные требования. В первую очередь, это склады хранения, подойдет любой, значит, контейнер. Второе, значит, это ответственное лицо, хранитель и кто будет реализовывать. Заключаются договора. И основной момент это то, что стоимость одного литра бензина или дистоплива солярки не должна превышать стоимости одного литра на центральной нефтебазе или АЗС в районном центре. Вот, проект довольно востребованный. Каждый год, значит, принимает участие все больше населенных пунктов и райцентров. Если первый год заявки подали порядка 12 муниципальных районов, то на сегодняшний день уже предприятие взаимодействует с 26, значит, районами республики. Ну и, как я уже сказал, у нас не везде в наличии имеются автозаправочные станции. К примеру, сказать, у Саха-Нефтегазбыта их 75, у Туймады нефти, значит, порядка 10-15. Ну и арктические и северные районы у нас сильно очень испытывают трудности от того, что нету круглогодичных АЗС. Вот, поэтому был в конце 2014 года внедрен данный проект непосредственно при инициативе и участии Саха-Нефтегазбыта под руководством, значит, Игоря Юрьевича Никитина. И вот он успешно сегодня развивается. Это немного вообще аналогии в России. Вот, ну вот у нас один из таких основных направлений. Юрий Николаевич, очень коротко, житейский вопрос. Как в целом проходит зима вот в той же самой Березовке, в Сватай, с учетом того, что дома были затоплены очень большое количество времени, к зиме успели ли сами дома подсохнуть, жители подготовиться? Вот именно в этом плане. Березовка, Сватай готовность имеет 100%. Своевременно были выделены денежные средства. Значит, в Аргахтахе порядка 20 домов они не смогут зимовать в этом году, поэтому расселены по родственникам, сами приняли решение. Но опять же я скажу, что правительством было принято решение выделить 20 миллионов рублей Среднеколумбскому району. Они должны отыграться, завести строительные материалы для того, чтобы именно вот эти вот дома провели капитальный ремонт у себя в период 2018 года за лето. Ну, в целом можно сказать, что автоземники у нас готовы к нормальной работе, да? В целом можно сказать, но сейчас самое главное, чтобы не было обильных снеговых запасов. Вот эти волнения у нас есть именно по Уколымо-Индигирской группе, но тем не менее дорожное хозяйство у нас, дорожники работают. Все объемы у нас уже учтены, значит, постановление правительства. И в целом, конечно, работа будет продолжаться. Юрий Николаевич, большое спасибо за интересное интервью. Дорогие телезрители, вы смотрели актуальное интервью. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был председатель Госкомобеспечения жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия Юрий Зайцев. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех событий. Удачного вам дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова